Демократический тип правления. Мы советуемся, мы прислушаемся к мнениям других, но при этом результат достигается не только быстро. Попустительский тип, он самый неэффективный и если же мы его отдаем на поруки всей команды, то есть вероятность того, что мы никогда не достигнем этого результата. Поэтому в основном мы встречаем те, которые достигают определенных результатов, это авторитарный тип лидера, немного реже демократический тип лидера. Авторитарный тип лидера вы, наверное, знаете, может быть мне кто-то сразу может сказать, какой это авторитарный тип лидера. Наполеон. Стали, Наполеон, хорошо. А из более современного? Путин. Хорошо, не из политики. Всеми вами любимый Apple. Стив Джобс был авторитарным типом лидера. Внешне, да, было все красиво, но на самом деле он был авторитарным. Следующая проблема, с которой сталкиваются лидеры, которому необходимо очень быстро решать, скорость принятия решений. Если раньше была возможность принимать решения в течение дня, полдня, сейчас вам необходимо принимать решения в течение 30 секунд. Иногда эти решения настолько сложные, это еще один минус, что вы просто не знаете, какой из букзов выбрать. Что еще из минусов, которые можно назвать, с которыми сталкивается руководитель? Вы будете находиться постоянно под прессингом. Под абсолютным прессингом вы не будете слышать в свою сторону слов поддержки, слов благодарности и то, какие вы хорошие. Примите это, потому что народ всегда чем-то недоволен. Вы помогли им что-то сделать, там допустим, ну не важно, к примеру, да, что можно. Не хватает стульев. Мы принесли дополнительно стулья, мы достали стулья. Недовольство какое? А что нельзя было мягкие стулья? Достали. У вас еще полчаса назад не было этих стульев, но уже недовольство. То же самое сталкивается любой человек, когда он помогает, когда он берет на себя ответственность с чем-то помочь. Кроме того, любое его действие подвергается оценке. Например, компания, мы сделали проект, который планирует проводить и развивать здоровый образ жизни. Очень мало компаний сейчас поддерживают и выделяют финансирование денег в прямом виде на проведение тех или иных мероприятий. В основном те, на которых можно рассчитывать, которые нам помогут, это алкогольные компании, к сожалению. Кто проводил мероприятие, направленное на здоровый образ жизни, поднимите руки. Вам легко давали доставали финансирование? Нет. А у кого брали финансирование? Я в алкогольную точно. Это были, например, база, например, ходили на ее... Они вам давали ресурсы или именно деньги? А я говорю именно о деньгах. Нет. В основном дают ресурсы именно деньги, которые дают алкогольные компании. И опять же, это вопрос. У вас нацеленность на результат провести мероприятие, провести проект. Но вам может дать деньги алкогольная компания. Что в этом случае делать? Брать алкогольную компанию, в таком случае вы попадаете под оценку, что вы пропагандируете здоровый образ жизни, но берете деньги алкогольной компании. Либо же не брать у нее деньги и вероятность проведения мероприятия становится близко к нулю. Но при всем при этом, каждая алкогольная компания в своих рекламах указывает, что алкоголь вреден для здоровья. Это тоже надо понимать. И если вы возьмете у них деньги, вы столкнетесь с оценкой, что вы сделали плохо. Вы проведете прекрасное мероприятие, но вы плохое, потому что вы взяли у них деньги. И поверьте, о том, что вы плохое, вы можете слышать намного чаще. И оно очень сильно демотивирует. Кто будет вам рассказывать то, что вы плохое? Вам будут рассказывать именно ваши противники, хейтеры. Как только вы станете лидером, займете руководящую должность, у вас сразу появятся два основных лагеря. Сторонники и противники. Третий лагерь это будет нейтрально. В чем особенность каждого из этих лагерей? Начнем с противников. Они постоянно будут оказывать на вас прессинг. Постоянно. Любое ваше действие, то, что я говорил, они будут оценивать и не будут критиковать. Они будут находить самые плохие моменты. Вы плохо оделись, плохо сказали, запинались, не поправили бабочку, галстук, неважно. Они найдут, к чему прицепиться, они вас будут поливать грязью. Они будут это делать за спину. Они вас будут фотографировать, выставлять какие-то мемчики в интернете. И всячески, я думал, там же мемчик появился. И всячески стараться вас морально подавить. Что делают сторонники? Кто может сказать? Хорошо, что еще? Перекрывают. Хорошо, что еще? Помогают. Еще? Еще? Тратят время с надеждой пообщаться. Тратят время с надеждой пообщаться. Сторонники в это время молчат. Сторонники в это время молчат. Потому что когда вы находитесь в этой ситуации, сторонники такие, в принципе, ничего страшного, он сам справится. Они очень редко, когда выступают и присоединяются к лидеру, и говорят, не, 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 ребята, вот он прав. Потому что всегда сложно сделать первый шаг. Вы становитесь лидером, как только вы делаете первый шаг. Но очень сложно, когда у вас вроде бы есть сторонники, и они вам после всего, да, как говорится, после драки, на него подходят так по плечу. Ничего, все нормально, нормал отец, продолжай. И тогда возникает вопрос, а где же ты был, когда вот противники, да, заказные люди меня здесь разрывали? Почему ты стоял там, почему ты не выступил, и не сказал, ребят, что вы делаете? Он нормально работает. В этот момент, когда вас будут информационно разрывать, вы будете находиться в одиночестве. И это еще одна проблема лидера. Это одиночество. И он будет все время с ней сталкиваться. Потому что кроме того, что принимать решение самому, кроме того, что выдерживать, скажем так, на прессинг, критику, оценку в свою сторону, вы еще будете находиться в одиночестве, потому что вы один знаете, где в конечном итоге вы должны оказаться. Вы один представляете, что необходимо делать и как этого достигать. И вас очень часто будут не понимать. И вы часто будете с этим сталкиваться, и вам из-за этого будет сложно. И вам будет казаться, что вы делаете что-то неправильно. Что в этом случае делать? Одного какого-то универсального ответа нет. Наверное, просто делать. Если вы верите в основное, то верьте в себя. Оберите в свои силы. Продолжайте идти вперед. Ничего страшного, что вас не понимают. Вот пример с теми же самыми джунглями. Лидер знает, что двигаются не в том направлении, и не те джунгли рубят. Но люди, которые находятся в процессе, они этого не понимают. Они считают, что лидер, просто ему захотелось так это сделать. Он захотелось повернуть работу в другую сторону. Это еще одна проблема, то что недопонимание. И в результате прессинг, критика, молчание сторонников, недопонимание, вы будете ощущать себя в одиночестве постоянно. И вот с этим психологическим давлением, речь здесь идет о неофизиологическом одиночестве. Вокруг вас всегда будут люди, которые вам будут говорить, ты красавчик, ты молодец. Но морально, психологически вы будете одни. Всегда. Но это факт. И, наверное, нельзя такого говорить, но по большей степени моя лекция не мотивирующая, а в какой-то степени демотивирующая. Потому что, если вы хотите стать лидерами, вы должны изначально сразу же понимать, с чем вы столкнетесь. Потому что, если вы уже окажетесь в этой ситуации, и вы сломаетесь, вы перестанете двигаться, вам будет намного тяжелее. Следующая проблема, с которой сталкивается лидер, это проблема делегирования. Ну, ничего страшного. Меня там сзади нормально слышно? Чуть громче, да, надо говорить? Хорошо. Следующая проблема, это проблема делегирования. В чем она заключается? Мы знаем, как необходимо проводить тот или иной процесс. Но в то же самое время мы понимаем, что если мы лидер, если мы руководитель, мы должны научиться делегировать и передавать обязанности. Но иногда эти обязанности люди будут воспринимать неправильно и понимать неправильно. Это следующая проблема, с которой сталкивается лидер. Как результат, задача может быть выполнена неправильно. И вопрос не в том, что вы неправильно сформулировали задачу. Вопрос не в том, что вы ее не донесли. Вы скажете человеку, вот надо вырубить эти деревья. Понятно? Да, что надо сделать? Надо вырубить эти деревья. Окей, окей. Он не будет вырубать все. Он просто, он не может понять до какого момента. Вы ему можете сказать, выруби 4 дерева. Да. Да. Вопрос, что такое партнерство в разрезе лидерства? Как ты считаешь? Еще раз. Партнерство в разрезе лидерства. Как ты считаешь? Партнерство в разрезе лидерства. А если партнеры собираются и делают бизнес вместе, кто этот лидер? У них доля, а по 30% у трех партнеров в компании. Что это партнеры? Насколько, в таком случае, есть управляющий партнер и просто партнер. Если три партнера, но там они уже между собой будут определяться, а лидер, они могут выбрать лидера внутри себя неформально. В процессе уже работы, в процессе общения лидер появится. Опять же, здесь сейчас в лидерстве говорится не о том, что они формальные и за ним все идут, а о человеке, который играет первую скиплу. Я просто знаю, что мы, вот, фраза ты представила, что лидер он будет один, да, и он будет чувствовать себя одиноким. В организации, в которой один лидер, да, его компетенция на 10 голов выше тех людей, которыми он управляет. Да, это правильно. Но есть организации, там, где партнеры, которые очень сильные, и их компетенции дополняют друг друга. И они не чувствуют себя одинокими. И они, наоборот, идут вместе в десятки, управляют и думают, как классно, что мы втроем уже делаем. Поэтому я не до конца согласен с тем, но я согласен, ради того, что в организации, где один лидер управляет людьми с меньшими компетенциями, он может чувствовать себя одиноким. Но, ребят, ну, это не значит, что нужно отчаиваться, демотивировать себя, просто идти чуть-чуть выше, 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 и рано или поздно притянет правильных людей и портер к себе. А вопрос, можно добавить еще так, что коллектив сам определил, кто из них троих лидер? Можно же и с какой точки зрения посмотреть? Коллектив же… Там речь шла о другом немножко. Речь здесь шла о том, что здесь находятся в партнерстве три лидера с равными компетенциями, с равным уровнем знаний, с равным желанием. Это идеальная ситуация. Это прекрасно, если такое получится партнерство сделать. Я просто по слову говорю, чтобы такого партнера, чтобы такое получить, нужно пройти через очень много, в том состоянии, в котором ты говоришь, что ты один, и нужно просто дождаться того момента, когда ты питаешь себя близким партнером. Дальше та проблема, с которой сталкивается лидер, любой лидер, и вот те, которые проблемы, которые я называл, возможно, кто-то из них себя в них узнает. Кто-то из них сталкивается уже, либо уже через них проходил. Проблема – это удержание власти, потому что, когда вы находитесь один, рано или поздно, если человек не выполняет или иные обязанности, либо же вы встречаете его в компании с вашими противниками, у вас может появиться зерно подозрения того, что он работает не с вами, а работает с ними. Это очень опасно, и надо себе отдавать отчет, в основном это заметно, и в основном с этим сталкиваются политические лидеры. Надо отдавать себе отчет, что мы не являемся центром вселенной, и все не может вокруг нас крутиться. И понятно, что мы стараемся следовать принципу «враг моего врага – мой друг», и если он начинает общаться с моим врагом, я от него буду отдаляться. Это очень тяжело, и вы с этим опять же будете психологически сталкиваться. Отдавайте себе в этом отчет, и вместо того, чтобы отдалять этого человека, начните с ним общаться. Потому что, в коем невозможно, вы сами себе создаете какую-то определенную картинку, в которой вы хотите это видеть. А в реале человек просто общается, просто поддерживает дружеские отношения, или же наоборот пытается получить информацию, чтобы передать ее вам. Дальше это основная проблема, то, с чем каждый сталкивается, это самообладание. Потому что очень трудно и очень сложно сдержать свои эмоции, когда находишься под прессингом, когда тебе говорят, что ты постоянно неправ, как там, да, если человеку сказать сто раз, что он свиньян, а сто первым влюблен. И в этот момент человек может сорваться, перейти на клик, показать свои эмоции. Этого делать никогда нельзя. Если же вы занимаете лидирующую позицию, вы всегда должны держать себя под контролем, держать свои эмоции в узде, и ни в коем случае не проявлять их. Не проявлять их вот именно в этих ситуациях. Если вы своей компанией, вы можете шутить, вы можете веселиться, но ни в коем случае не выходите из себя, не переходите на клик и не пытайтесь кого-либо унизить публично. Это отыграет против вас. Потому что в этот момент, как только вы это делаете, ваши противники понимают, что здесь ваша слабая точка, и в нее можно постоянно бить, и вы просто на этом будете постоянно проигрывать. А они в этот момент будут говорить, ну, посмотрите, он истеричка. Он не может себя держать в руках, как он может все-таки такие либо адекватные решения принимать. Касательно трудных решений, которые необходимо принимать, с которыми каждый из нас сталкивается. Мне сейчас надо два человека. Вот было два первых человека. Выходите, да. В принципе, можно еще одно. Бог с ним. Вы бы хотели, по-моему, да? Выходите. Представьте, пожалуйста, как вас зовут. Арина. Они работают. Ключи. Она. Арина. Виталий. Ирина. А, Илла. Влад. Я им сейчас дам задание, пока они будут по отдельности каждый его обдумать, и они вам потом скажут свое решение. Я вам приведу небольшой пример, и мы вместе с вами его обсудим, одного из сложных решений. Пока не буду, я им сейчас дам задание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все, понятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Пока думайте Мы с вами проработаем немножко другой пример Пока не думаем Простите, я вам спиной Смотрите Все вы знаете, что у нас здесь на Пушкинской Находится своеобразный прокурорский майдан Смотрите Два решения И мы сейчас с вами попробуем определить Какое же решение лучше всего принять Люди, которые там находятся Я сейчас не занимаюсь Либо сторону Идем по букве закона Люди, которые там находятся Они блокируют деятельность государственных органов Что карается законом Препятствуя выполнению государственных органов Своих полномочий Какое решение принимать? Первое Закрыть их Разогнать всех и закрыть Второй момент Это же оставить все как есть Представьте, что вы являетесь руководителем города И на этом же прокурорском майдане И говорят, что вы поддерживаете прокурора То есть поливают вас грязью Ваше решение Что вы будете делать? Подойти к ним поговорить Обсудить как все Не воспринимают Вообще Не вообще Поговорил, они продолжают дальше Закрыть Оставить все как есть Оставить все как есть Закрыть Закрыть Почему оставить все как есть? Ну, потому что если ты реагируешь На то, что тебя поливают грязь Значит, они говорят про тебя Правда Тебя злит И в этом ты хочешь всех закрыть Ну, ладно Почему закрыть? Потому что они препятствуют нам государству И они должны понимать, что тут нету самого Закрыть Закрыть Закрыть, потому что они будут думать Если ты не будешь действовать Что ты слабее Ну, типа И будут за это давить Отключить внимание масса на другую проблему Так у них не будет поддержки общества И все затухнется на события У вас есть такие варианты? Да ты просто ключи Ну, по-перше Да, они порушуют закон Но и другие порушения закону Потому что этого прокурора Мало бы лестрировать И тут я бы сделал такие важливые элементы Я бы не разгонял бы их чему Потому что они, певным чином Выражают свой протест И свои права Я бы знайшел бы Иншую кандидатуру Я бы задовольняла их Таким чином И вырешиваю питание Бо если я их зараз прижму Вони будут противиться И найдутся еще прихильники Это как революция на Майдане Когда людей у них зигнали И пришло еще больше Тогда еще больше проблем будет Тому требовало просто знайти Иншую кандидатуру А можно тоже попробовать? Я так понял Вопрос был Что делать с 7 людьми Либо разгромить их Либо оставить Я бы взял бы Отдельность человека Попробовал с ними Как-то сконтактировать И попробовать Переубедить отдельно Человека Сколько вот Если я допустим Выйду И буду всех разгонять То они разозлятся Потом еще хуже будет А если я просто так Это оставлю То они как бы Будут Будут там сидеть Но это конечно Более предпочитительный вариант Но лучше всего Поговорить отдельно С человеком Потому что легче всего Как бы не ломать веник Целиком А по веточке Его как бы По кусочку Вытаскивать Да А я бы не стала С каждым разговаривать То есть В каждом обществе Есть человек Лидер С которым Все идут И которого он Который всеми управляет Можно сказать И найти именно с ним Контакт То есть Разобрать эту ситуацию По полочкам Ему объяснить И разводить С этим человеком Не получается Вот мы с ним договариваемся Он отказывается Что это Он за это деньги получает Это сейчас пример Это просто кейс Это пример Это не значит Что вот там Так все и происходит Он тоже за это деньги получает Что дальше? Дай больше Дай больше Повышаем ставки Окей В принципе Можно убедить людей Что они могут Путинговать Но так Чтобы не нарушить закон Они его уже нарушили Да За Тех Кто нарушил закон Закрыть В любом случае Но убить Ну то есть У каждого человека Есть свобода слова Если я не ошибаюсь И устраивать митинги Они имеют право Но захватывать власть Нет Тот кто Ну то есть Кургус аппарат Те кто Зашли и нарушили Тех закрыть А тем кто Возможно придет Объяснить Что окей Вы можете Высказывать свое мнение Просто делать это так Чтобы не нарушать закон Еще мнение есть? Давайте два последних Ну возможно Показать необъективность Те решения То есть показать Что то что вы делаете Не совсем действует В наше время И типа нету Смыслов В этом бороться Тут условия Закона Но я скажу Типа Со стороны Реально-чиновника Как мне это видится Скредитировать Замалчивайте Со временем Все то пройдет Вы заметили да Сколько вот было людей Практически у каждого У вас свое мнение Кто-то предлагает Закрыть потому что Кто-то говорит Оставить потому что Вот Было только два варианта Это замалчивание Не обращение на нее Внимание И просто переключить На нее внимание Причина в назначении Нового прокурора Которого иллюстрировали Каждая из этих ситуаций Вот закрыть Она не выход Оставить все как есть Это тоже не выход Но А иллюстрировали По причине чего Здесь уже не идет По причине чего Здесь есть Не но они же Я-то за какой-то Ну Есть конкретный факт Иллюстрировали Это достаточно долго Можно разбирать Потому что Если же мы Закрываем И наоборот Увеличиваем внимание К прокурорскому майдану Выходит еще больше людей Потому что Под принципом Нас пытаются Опять задавить Нас пытаются Поставить стол И давайте все выходим Если же замачивать Это медленно Но уверенно Бьет на репутацию Строим дебаты Ну как бы Две стороны на камеру Чтобы было явно Видно Объективность Обеих сторон Можно на реманочку А то что ты говоришь Дискредитировать Да Дискредитировать Это не в наших интересах Потому что мы Смотрим со стороны Как бы Ну людей Которые что-то решают И это не в их интересах Дискредитировать проблему Поэтому это не сильно Я вижу Как вариант Я к чему Привел этот пример Потому что Мы с этими примерами Нам со стороны Немножко проще На это реагировать Потому что На нас не выливается Информационный поток И на нас не оказывается Информационное давление Когда находишься Вот по ту сторону Немножко воспринимать Реально И становится сложнее Будем говорить Даже больше Реально воспринимается Искаженно И с этим сталкиваются Все Через это проходят Все Я вам скажу честно Я тоже через это Прохожу Я тоже с этим Сталкиваюсь И вот каждый Из этих Пунктов Которые я называл В свое время Так или иначе Я тоже с ними сталкивался И это очень сложно А теперь Касательно готово Уже Придумали Что вы будете делать С этим человеком Интересные Такие вопросы Задали Смотрите В чем задача Корпоратив Вы просто говорите Сейчас пока Своё решение Что вы будете делать Корпоратив Человек начинает Себя неадекватно вести Он нарывается на драку Он тяжело воспринимает Возможно Тяжело воспринимает Объяснение Потому что надо прекратить Что В данной ситуации Надо делать Сначала Я иду к нему С разговором С двумя Людьми Парнями Которые будут Мне В принципе Как Ну не поддержка Как запасной вариант Если он будет Наменять Среди больших людей Вывести или оставить Естественно Вывести Заказываю такси И везу его домой Окей Я считаю Что надо Сменить дислокацию Либо людей Которые там Находятся Помимо этого человека Либо человека Переместить Для того Чтобы Не показывать Разборки Вывести Окей Понятно Что его нужно Оттуда убрать Коллектив Все таки Если мы захочем Вести аргументы Чувак Попухаешь Адыхаешь Но У тебя попадает Авторитет Возможно С работы А так Ты уезжаешь Сделать На каждом корпоративе Присутствует Ведущий Попросить Ведущего Перенести Но не весь Праздник Там Как я понимаю Корпоратив Всегда идет Несколько Залов В основном И Попросить Ведущего Чтобы Он Перенес То есть Обратил Внимание В другую Часть Зала В другой Зал Вообще Перевел Всех Оставить Его Оставить Там Потому Что Чтобы Дальше Его Не повезти Так как Он может Наделать Еще Больше Проблем Если Его Вести Дальше А там Проводить С ним Уже Разбывай Или Объяснить Если Человек Не объясняет То Отправить Как ни странно Это прозвучит Кого-то в аптеку И Просто Промыть Ему Оставить Оставить Основная Разница Между ними Была Какая Здесь Не было Здесь Был Просто Указан Человек Который Дебоширит Там Было Указано Что Человек Является Близким Другом То Здесь Мы Видим Что Если Он Не Близкий Друг Мы Сразу Его Можно Вывести Это Просто Сотрудник Здесь Опять Женые Разделились В Виталий Виталий Считает Что Его Надо Вывести Его Надо Отделить От Общества Даниил Так Как Это Близкий Друг Он Считает Что Его Не Оставить То Есть Уже Вот Даже На Этом Примере Мы Понимаем Что Дружеские Отношения Такие Любые Какие Они Были Они Начинают Влиять На Наши Решения На Принятие Наших Решений Это Один С ним Поговорить Если Он Не Понимает Его Сразу Надо Выводить Почему Это Надо Сделать Спасибо Ребят Присаживайтесь Почему Это Необходимо Сделать Почему Это Необходимо Сделать Потому Что Если Мы Оставляем Все Как Есть И Оставляем Его В Помещении Это Бьет По Нашей Репутации Как Руководителя Мы Свои Собственные Интересы Ставим Превыше Интересы Компании Превыше Интересов Команды Если Мы Его Выводим Это Сложно Но Это Правильно Мы Тогда Видим Что Все Сотрудники Все Подчиненные Видят Что Для вас Нет Авторитетов Для вас Нет Свой Ни Свой Если Человек Виновен Если Он Не Прав Значит Вы Стараетесь Поступить Максимально Справедливо Поэтому По Эти Моментам Есть Еще Какие Вопросы Тогда В целом Да Я Перешел И Первое Пояснил Бо Ему Сказать Можешь Дружба Дружба Но Если Ты Не Заспокоишься Завтра Ты Звилин Все Он Не Работает В компании Вы Просто Пригласили Как Друга Нет Ручьего Влияния Есть Еще Один Способ Взять Этого Человека Вылезти Сначала За Территорию Проведения Корпоратива Чтобы Возвести Эффект Того Что Вот Патруль И Если Что Ты Ночь Сидит Обезьян Тихо Спокойно И Если Человек Понимает То Почему Его Завести На Корпоратив То Он Понимает Что У него Уже Нет Вибора Хорошо У меня Позиция Так Как Это Друг То По-перше Вивести Потому Что Людина Не Права А По-друге Если Ты Ему Друг То Действ Просто Вы Теб Сести Разом В машину И Ветвести Друг И Чтобы Нормально Добраться До Своей Квартиры И Вить Пишку И Все У кого Еще есть Какие Мнение А Теперь Скажите Вы Оказываетесь В этой Ситуации Вы Видите Это Со стороны Человек Неадекватно Себе Ведет Его Выводят Но Потом Оказывается Внутри Как Вы На Это Реагировали Вот Внутренне Ясно Что Внешне Но Вы Старались Либо Не Реагировать Либо Не Обращая Внимание Что Вы Испытывали Внутренне Как Вы После Этого Относились К Вашему Руководителю К Вашему Лидеру Это Все Почему Потому Что Как Только Вы Становитесь Лидером Руководителем Вы Попадаете В Определенную Атмосферу Вы Попадаете В Определенные Рамки Вы Должны Будете Контролировать Своё Поведение И И Сходить Из Того Стоит Ли Вам Это Делать Или Не Стоит Повлияет Ли На Вашу Репутацию Или Нет Еще Один Момент Который Хотелось Сказать Что Вне Зависимости От Того Где Вы Находитесь В Какой Ситуации Вы Находитесь Ни В Коем Случа Не Давайте Слабину Ни В Коем Случа Не Прогибайтесь От Жизни Она Настолько Сложная И Тяжелая Штука Она Один Раз Если Ударит И Вы Дадите Слабину Вы Больше Не Встанете Вам Не Захочется Вставать Вам Просто Захочется Лежать Там И Пробивайтесь Вперед Никогда Не Сдавайтесь Потому Что Каждому Сложно И Вперед Пробивается Только Тот Кто Постоянно Идет Постоянно Терпит Все Удары И Продвигается И Здесь Вопрос Не В том Какой Удар Можете Дать Вы Какую Сдачу Можете Дать Вы Здесь Вопрос В том Какой Удар Можете Вы Сдержать После Какого Удара Вы Можете Продолжать Вы Не Сможете Быть Лидером И Вы Не Сможете Двигаться Вперед Поэтому Терпите Идите Вперед И У Вас Все Получится Спасибо